Да, эта проблема уже существует для нас, это факт. К сожалению, тенденция есть к ухудшению за последних несколько лет, этот тренд очевиден. До 3% в текущем году составляет отток персонала от общей численности по нашей Криворужской площадке. К сравнению с где-то года два назад это еще было в пределах процентов полтора. Три процента это существенно, это сотни людей. И в основном это все связано с трудовой миграцией, которая сейчас стала уже таким вот трендом. Сейчас, мабуть, уже каждое больше-менее предприятие, хоть большое, хоть маленькое, столкнулось с этой проблемой. Я, как работодавец, и, маючи там бизнес в разных сферах, в сферах торговли, в сферах виробництва, в сферах будивництва, с этим столкнулся, десь приблизно 25% я втратил работников как раз по этой причине, не потому, что там маленькая зарплата, ну, мабуть, из-за того, что маленькая зарплата, но основной причиной будет то, что десь 25% у меня за последние два года изменился склад и достаточно высококвалификованных людей я втратил, те, которые поехали на заработки за кордон. Действительно, для предприятия это большая проблема последние несколько лет. Арселор коснулся этой проблемы, наверное, года два-три назад. Вернее, началась эта проблема года два-три назад. И могу точно сказать, что за последние два-три года больше, чем в два раза увеличилось количество людей, которые уходят по собственному желанию. И основными причинами это, конечно же, есть работа за границей, это низкий уровень заработной платы и это другая работа. Под другой работой 50% это тоже работа за рубежом. Мы столкнулись с таким явлением более двух лет назад. И не только в нашем холдинге. Это есть три предприятия. Одно занимается капитальным строительством технологическим, второе это энергетическое направление, а третье направление это управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда. И мы столкнулись с тем, что профессионалы, те люди, которые сегодня себя услышали, поддались этим всем потокам, призывам и так далее, начали уезжать. В основном это Польша, эмиграция трудовая, потом Чехия, Словакия, часть России, ну и другие страны по ненавоку. Ну, на мой взгляд, по нескольким основным. Первое, которое склоняется, это все-таки, наверное, нестабильность экономической и политической страны в целом. Второе, которое является скорее теперь уже вот так вновь появившейся, но тем не менее считаю, что она влияет на общую ситуацию, это появление так называемого миграционного бизнеса. Далеко ходить не нужно, достаточно посмотреть на Кривой Рог. Сколько мы видим наружной рекламы, вновь появившихся фирм, которые помогают, говорят о том, что очень быстро помогут вам трудоустроиться. Соответственно, поскольку это бизнес, люди зарабатывают на этом деньги и всячески пытаются приукрасить перспективы переезда и устройства за границей на работу. Люди идут не за то, что тут нет работы, за то, что те, что они могут делать, они хотят получать за это больше. И неважно, например, если у меня работала менеджером с продажей, а туда пошла и там пакует, то она получает в два раза больше. Вот основная причина. Из года в год мы наблюдаем тенденцию снижения рождаемости, падает репутация вообще производственных профессий, растет очень сильно потребность в техническом и технологическом персонале, нехватка молодежи на предприятии. И помимо этих проблем, открытие границ, вхождение в Украину, в Евросоюз, она усугубила эту проблему. Есть очень замечательная английская пословица, я ее помню еще с института, что яблоко по ту сторону забора всегда слаще. Вот это, наверное, в ментальности нашей сидит очень глубоко. И, конечно, каждый человек, он старается найти место, где будет лучше, больше, красивее, интереснее. Здесь основные три причины. Я бы их даже расставил так. Это первое, что люди сегодня у нас в государстве испытывают определенную степень тревоги, опасности за свою жизнь, за свой социальный статус, за себя лично и за семью. Это первая причина. Второе, это люди понимают, что сегодня экономика нестабильна, и они не могут планировать свои даже какие-то жизненные процессы, что касается развития семьи, еще каких-то пенсионных вопросов и так далее. И третье, это, конечно, зарплата. И сегодня, к сожалению, руководство нашего государства это выгодно. Я отчетливо говорю, что это выгодно. Почему? Потому что люди уехали туда, это не вкладывая никаких денег, а приток денег от них очень большой. Мы это знаем. Это ведется статистика. То есть государство выгодно сегодня, не вкладывая в развитие рабочих мест, не вкладывая в образование и так далее. Люди уехали и присылают сюда деньги. Они уходят же все равно в экономику Украины. Я хочу отметить, что, в частности, наш комбинат является стабильно работающим предприятием. Самое важное, что это своевременное получение заработной платы. Мы за крайних 15 лет ни разу, ни разу подчеркиваю, не сорвали выплату заработной платы. На нашем предприятии действует один из самых лучших социальных пакетов вообще в стране, которая только есть. Но поскольку проблема стала трендом, в одиночку нам, как бизнесу, как ответственному работодателю, не справиться. Хотелось бы, чтобы все-таки нам еще в этой сложной ситуации помогало и государство. Чтобы все-таки эта проблема признавалась и на государственном уровне, а не представлялась как явление, которое естественное, саморегулированное, и так далее. Это все заблуждение, потому как, очевидно, как только уедет работоспособное население из страны, ни о каком экономическом росте, да вообще, в принципе, ни о какой стабильной экономике говорить не приходится. Это же ведь очень простые вещи. Я иду тим шляхом, что скорочу, тобто одна людина, у нас дуже багато людей, еще таке есть явище, ну, ледацюги, ледачі працювать. Тому находят ту людину, яка будет працювать в два раза больше, и готова отримать в два раза больше заработную плату, достойную заработную плату. Но он говорит, знаешь, я буду работать из работы вот эту, что я сейчас делаю, и еще готова работать больше, и говорю, хай будет у меня и рабочий день. Я буду працювати не два выходных, один выходных. Но я хочу достойную заработную плату. Повышение заработной платы – это был такой серьезный шаг, который сделали мы в мае месяце, и повысили заработную плату по некоторым позициям до 70%. В таких компаниях, как РСЕЛОР, есть очень много социальных программ, и не стоит об этом забывать, потому что это и официальная заработная плата, потому что уезжая за границу, вы не имеете стажа, вы не имеете каких-то гарантий, которые предусмотрены законодательством Украины. Однозначно у вас есть возможность оздоровиться, отдохнуть. У нас есть очень много на предприятии пансионатов, лагерей, санаторно-курортных учреждений. Поэтому, наверное, вот это то, что не стоит забывать, и оставаться в семье, оставаться в городе, оставаться в стране. Я и топ-менеджеры моих компаний как продолжали обучать людей, так и продолжают. То есть мы прекрасно понимаем, что если 10 квалифицированных специалистов мы обучим, и 10 уедет, то 5 мы уверены, что вернется. Почему? Потому что многие не приживаются, многие возвращаются по каким-то семейным, каким-то морально-этическим или каким-то причинам. Плюс, что делать? Не подать в панику, прежде всего. Это однозначно, наверное, это первый месседж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова